В минувшее воскресенье 13 марта в эфире телеканала НТВ вышел пятый выпуск главного шоу страны «Маска», вновь став лучшим шоу недели с долей 15,8% и рейтингом 4,8% среди зрителей старше 18 лет. Максимальная доля выпуска 23,3% была достигнута в момент снятия «Маски» четвертым выбывшим участником, скрывающимся под маской двуликого Джокера, под маской которого скрывался Наваи Бакиров. Вот что он рассказал об участии в этом проекте. У Саши Хамали, моего друга и брата, есть прозвище Джокер, потому что он большой фанат этого персонажа. Я никогда в жизни не выступал без него, поэтому на шоу «Маска» я также решил взять его с собой. Этот костюм полностью моя идея, в том числе двуликая маска и выбор цветовой гаммы. «За время проекта я похудел на 10 килограмм, поэтому костюмерам пришлось подгонять костюм под меня. Костюм отражает мой характер, я такой же бешеный, как и Джокер». Конец цитаты. Ну а зрители продолжают тем временем гадать, кто остается в проекте и скрывается за масками. Ведь количество участников сокращается каждую неделю, и от этого интрига лишь нарастает. В том числе обсуждает пчелу, под маской которой, как утверждают некоторые зрители, может скрываться певица Алсо. Впрочем, люди также по-прежнему думают, что это может быть Диана Анкудинова. Но я, правда, не из их числа. Я больше поверю, что она может скрываться под маской Анубиса. Впрочем, по большому счету, вероятность ее участия в проекте далеко не так уж велика. Еще один интересный персонаж – это, конечно же, малыш. Зрители считают, что за этой маской может скрываться Юрий Гальцев, Гарик Мартиросян или Павел Воля, и даже Димаш Кудайберген. Впрочем, есть предположение, что Димаш может быть и в маске Козерога. Но мне лично кажется, что Димаш и вовсе не принимает участия в этом проекте. Ибо сейчас у него идет подготовка к новому концерту. И, конечно же, время на съемки у него отсутствует. В маске малыша, по всей видимости, может оказаться Дима Билан. Уж очень похож голос. В общем, в сети много разных версий. Предлагаю вам, друзья, поделиться ими в комментариях. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал Горинов АЛАЙФ. Надеюсь, было интересно. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok